Следующий доклад будет представлять Гуляев Николай Иванович, доктор медицинских наук, начальник кардиологического центра госпиталя имени Вишневского. И его доклад будет посвящен приему антикоагулянтов в реальной практике, о котором он сейчас нам и расскажет. Николай Иванович, вам слово, спасибо большое. Благодарю вас. Добрый день, уважаемые коллеги. Я постараюсь продолжить в своей презентации акцент на практическую направленность и хотел бы представить вашему вниманию доклад о диктивизации эффективности перерывальных антикоагулянтов в реальной клинической терапии. Как известно, что после появления новых перерывальных антикоагулянтов, их назначение стало инвестироваться в первую очередь следующими показаниями. Это профилактика инсульта и системный тромбоубогий пациентов с фибрилляцией неклавного происхождения и лечение профилактики рецидивов тромбоза глотки и на тромбоубогий ядочной ответы. При этом всеми фирмами подчеркивается о том, что данные препараты не требуют лабораторного контроля применения. При этом в Соединенных Штатах отслеживается достаточно активно количество кровотечений, которые возникают у пациентов при применении данных препаратов. И отмечено, что количество кровотечений достаточно значимо. При этом большой процент из них заканчивается летанием. То есть препараты, несмотря на то, что они более эффективны и более безопасны, чем привычный нам варфарин, однако они также могут приводить к летальным кровотечениям, а следовательно, они совсем такие безопасны, как это выглядит иногда на презентациях фирмопроизводителей. В точке приложения их также известны, поэтому и дополнительно останавливаться на этом не буду. Но при этом хотелось бы подчеркнуть о том, что все эти препараты действуют в первую очередь на гемостатические потенциалы. Что это такое? Это интегративная составляющая системы гемостаза, ключевого слова интегративная, обеспечивающая необходимость в случае с кровью и останавливающая экстравазацию при повреждении в среднем. При этом что мы можем определять при классическом выполнении каблограммы? Это, безусловно, наши АЧТВ, МНО и фибрин. При этом фибрин в структуре грузка составляет всего лишь 0,3%. То есть, пытаясь по оценке этого фактора, мы пытаемся их порой определить в целом гемостатический потенциал крови. Существуют ли альтернативные методы? Да, существуют. Так называемые глобальные методы, то есть методы, оценивающие интегративную оценку плазмного и клеточного компонента активной крови, участвующих на всех этапах фибрино-минеза, от инициации до формирования фибрина и возможного сиеволизиса. Чаще всего это различные дискозиметры, это ротен, это 5-5 тысяч или, как в нашем случае, это несуществодная тронговая фибрика. Что он позволяет увидеть? Он позволяет увидеть зависимость вязкости крови, которая в данном случае оценивается по вертикальной шкале, и по горизонтальной шкале – время. При этом обратите внимание, что синий график, в данном случае, представлен как норма коагуляции, когда каждый этап наступает поочередно, при этом формируются достаточно определенные амплитуды вязкости крови, обеспечивающие необходимые гемостатки. При этом красным выделено – это гиперкоагуляция, когда все этапы развиваются практически молниеносно и образуется очень высокая вязкость. На желтом, как пример, приведено состояние гипококуляционного состояния. Итак, использованием этого метода были оценены эффекты от приема различных препаратов. Тритуроксабана, дебегатрана. И вот мы видим, что, к примеру, при приеме дебегатрана, он в данном случае, как стало не сильным, через 4 часа наблюдается хронометрическое по времени гипокоагуляции. При этом максимальная амплитуда достаточна для того, чтобы сформировать адекватный гемостат в случае повреждения сосуда и появления кровоизоляции. При этом спустя 8 часов сохраняется еще этот потенциал. Спустя 16 часов также отмечается некоторое влияние приема препаратов. При приеме реварксабана синим также представленным фоном спустя 4 часа отмечается выраженный гипококуляционный эффект, который сохраняется как спустя 12, так и 24 часов у большинства пациентов. И спустя 26 часов эффект препарата практически не длируется. В данном случае я выделю отдельно этот слайд для того, чтобы подчеркнуть еще раз нормальную вязкость крови, нормальное образование сверху и как действует препарат в течение времени своего действия. Но при этом, как мы знаем, что, назначая эти препараты, мы далеко не всегда у пациентов уточняем, есть ли у них какие-то наследственные тромбофилии или словно снатороз к гемофилии. Как пример, мужчина 56 лет, в ананнезе 2 эпизода тромбофилии ручной открытии. В будущем, в последующем, при анализе, выяснено, что у пациента имеется мутация фактора 5, лейтеновская мутация гетеродиоза. Однако, до того, как это было выяснено, пациент принимал 20 мг реврексована. Посмотрите, синим представлен график его нативной крови до приема препарата. При этом спустя 2 часа отмечается достаточно неплохой гипококуляционный эффект. По времени все наши этапы наступления, этапы свертывания крови, они несколько замедляют. При этом, в том случае, если мы смотрим, спустя 25 часов после приема препарата, эффекта от его таблетки практически нет. Спустя 23 часа, то есть за час до приема следующего, зеленый график, также препарат не работает. Видно о том, что спустя 23-25 часов практически все показатели, основные показатели совпадают с фоном и значимо отличаются от показателей свертвой системы, премии свертвой гетеродиума пациента спустя 2 часа после приема препарата. Разбили этот препарат по 10 мг 2 раза в день. И перед приемом начали новую дозу, посмотрели его эффективность достаточно эффективно, графики совпадают, поэтому можно констатировать, что пациент сохраняется гипококуляция, пациент защищен. При приеме апексабана 5 мг 2 раза в день, у него также графики, что при приеме апексабана 110 мг 2 раза в день, что апексабана 5 мг 2 раза в день, графики совпадают, что лишний раз подчеркивает того, что препарат эффективен, и пациент защищен. Индивидуальная особенность данного пациента. Ему 20 мг однократного приема не хватает для того, чтобы перекрыть полные сутки. Следующий пример. Мужчина 65 лет принес массивную тромбоэмболию ручной артерии. Пациенту назначается реварксабан по 15 мг 2 раза в день, он принимает их в течение 30 дней. Все казалось бы неплохо, сохраняется умеренная гипокагуляция, она у пациента прослеживается, он выписывается, однако спустя 46 дней обращается в стационар, уже принимая, согласно действующей рекомендации, реварксабан по 20 мг в день с массивными отбожными гематомами. Сделали контрольную тромбоэмболию ручной артерии, при этом отмечается выраженная гипокагуляция. Время свертой крови поливает и 52 минуты. Что произошло конкретно у данного пациента? Однозначно объяснить сложно, однако можно констатировать, что именно в этот период доза 20 мг реварксабана для данного пациента была избыточна. Снижение дозы до именно 15 мг показывало некоторое улучшение, однако все равно недостаточное и сохранялся высокий риск кровлечения. При этом при оценке классических результатов гагулограммы практически невидим значимых эффектах отболения от нормы. Пример номер 3. У пациента, мужчина, 20 лет, массивные тромбоэмболии ручной артерии, тромбоэмболии ручной артерии. На тот момент пациенту было назначено финилин по 60 мг в сутки, он принимал в течение 4 дней, и было достигнуто международно нормализованное отношение 3,25. При этом отек нижней конечности нарастал, пациент чувствовал себя значимо хуже. При выполнении контрольного исследования видим, что несмотря на наличие международного нормализованного отношения 3,25, кровь сворачивается достаточно быстро, ее вязкость достаточно высока, и процесс не прерван. Назначение пациента реварцабана 30 мг в сутки в течение 3-х суток несколько улучшило ситуацию, однако также положительного эффекта в нем отмечаем. При оценке генетических маркеров обращал на себя внимание полученные эффекты в это время о том, что у пациента имеется генетическое предрасположение к образованию тромбов в новой системе, однако на момент назначения терапии об этом еще мы не догадываемся. Лишное значение пациенту гепарина в дозе 1500 кг в час дозатором позволило в стабильную ситуацию и добиться клинически значимого эффекта с положительной динамикой. Пример номер 4. Женщина 37 лет, сегментарный материальный тромбов в бассейне верхней броженочной открытой с микрозом участка кишки. В раннем патриотерапевтом периоде была выполнена оценка ее базовых генетических потенциалов представлено в данном случае красным графиком. После назначения добегатрана в суточной дозе 152 раза в сутки 300 мг и через 4 дня контрольное исследование. График практически полностью совпадает. То есть у этой пациентки добегатрана в 300 мг оказался неэффективен. Реврексабан 20 мг в сутки несколько улучшил ситуацию. То есть мы добились мягкой гипокоагуляции. Однако какого-либо эффекта на противосверковую систему ретракции и лизис в конечной части мы не увидели. При этом пациентке при недостаточно тщательном обследовании генетическом было выявлено дефицит литронгина 3 и генезигота по фактору серфиномин. Значение пациентки апексабана то есть 5 мг в 2 раза в сутки улучшилось ситуацию и мы добились как мягкой гипокоагуляции так и нормального наличия ретракции в сутки то есть достаточно хорошая активность противосверковой системы. На этом фоне пациентка была отключена на амбулаторное лечение. То есть все эти препараты несмотря на то, что они действуют и их с точки приложения достаточно близки, однако все-таки они различны и у каждого человека может быть индивидуальная его чувствительность к эффективности и к работе данных припасторов. Что ревраксабана, что апексабана, что забегатран. Поэтому данные препараты в случае если возникает какое-то подозрение на наличие у пациентов сложности к тромбоэмболическому осложнению или наоборот гемотелии, то необходимо оценивать их эффективность в ходе назначения. То есть при каких-либо сомнениях все-таки пациенту необходим индивидуальный подход с индивидуальным подбором дозе препарата с оценкой эффективности назначенной терапии и только в этом случае будет назначение этих препаратов достаточно безопасное, а там есть контроль, там есть безопасность. Благодарю вас за внимание. Я повторялся максимально кратко, чтобы не было возможно передать слово как следующему нашему лектору, так и ответить на те вопросы, которые вас возникли. в том числе в том числе